Всем привет! Сегодня поговорим о Шарие. Там есть о чем поговорить, потому что в последнее время у Толика много есть вопросов и неспокойно ему сейчас об этом подробнее. А вы подписывайтесь на канал. Осталось буквально 200 подписчиков и нас, друзья, 300 тысяч. Целая армия. Поэтому давайте скорее готовлю для вас очень интересный сюрприз на 300 тысяч. Итак, что происходит с Шарьем? Вчера прошли обыски у представителей Шария, общественная организация, партия Шария, у основателя этой организации. Также обыски прошли в Виннице на типографии, где сторонники Шария печатали всякие антигосударственные материалы. В общем, все это происходит по делу о Шарье, которое ведет служба безопасности Украины, где ему предъявлено подозрение в государственной измене. Когда СБУ начала проводить досудебное расследование, они еще выявили внесение заведомо ложных фактов в информацию при регистрации этой так называемой партии Шария. В общем, там много чего. И попытки изменить границы Украины насильственные и так далее, и так далее. Надеюсь, что, кстати, и мое обращение, я делал обращение в СБУ по поводу того, чтобы Шарий публиковал карту Украины без Крыма, отчасти Донбасса, отчасти Одесской области. Это тоже там в деле, в материалах. В общем, следствие идет и расследование идет. И вообще, в последнее время по Шарию много интересных новостей. Юрий Бутусов сообщил о том, что Печерский суд арестовал имущество Шария. В виде виллы в Терагоне, это под Барселоной. В виде его счетов в испанском банке и, внимание, в российских банках. Собственно, оттуда он из российских банков и оплачивал эту виллу и все остальное. Ну, понимаем мы, откуда денежка у этого любителя русского мира, который предпочитает барселонское солнце, солнцу Воркуты. И вот он там греет свои косточки и как-то не рвется туда, в русский мир. Но, вполне возможно, придется. Потому что еще одно недавнее событие, это то, что Литва лишила Шария статуса политического беженца. Занимался этим адвокат Марк Фейгин. Я ему в этом помогал. И вот есть результат, друзья. И хоть Шарий рассказывал, что значит это неправда. Там он не в курсе этого. Все это правда и он лишен статуса беженца в Литве. Получил он его, кстати, еще в 2012 году, как беженец, внимание, от режима Януковича. Якобы, значит, режим Януковича фальсифицировал против него дела. Вот он тогда получил этот статус. И на нем там сидел. Но потом ему уже Литва надоела. Он перебрался сначала в Нидерланды. Потом еще теплее туда, значит, в Испанию. А сидел сегодня в статусе Литовского, полученном в Литве. Наконец-то эта лавочка закрылась. И статуса этого больше нет. Понятно, что там он, наверное, сейчас будет пытаться в Испании что-то получить. Там он в Литве судится. Но в целом, немножко так он почувствовал дыхание русского мира у себя там на спине. И чуть пониже спины. И понимает, что нужно готовиться. Поэтому, что мы увидели недавно. Интервью Марии Захаровой, которая брали вот это его там ребята для его канала. Это МИД Российской Федерации, спикер. И где там разливаются в комплиментах. Вот какая дипломатия в России. Это мечта украинской. В общем, я думал, что это не случайно. Кстати, под этим интервью люди начали массово постить эмодзи петушка и красного шарика. Ну, в общем, люди все понимают. И очень красноречивая их реакция. Там зачищал активно все комментарии. Шарик. Дон Шарий. В общем, все сам тоже понимает. Я думаю, что не случайно там появилась Захарова. Думаю, что Шарий уже понимает, что как вариант придется туда чесать. К Скобееву и Соловьеву. И там, значит, присоединяться к этой пропагандистской шайке. Толик, да ты бы домой ехал. Мы тебя тут ждем. К тебе очень много вопросов. Толик, ждем тебя в Украине. Нам есть о чем поговорить с тобой. А пока, друзья, делитесь этим видео, чтобы все знали лицо этого негодяя-пропагандиста. Настоящее лицо. И у этого лица сейчас не самые лучшие дни. Давайте их сделаем еще более напряженными. Держим строй, друзья.